Привет, просветители! Я вот все шутил про мозговой штурм депутатов. Звучит страшновато. И семьеведение от Танюши Буцкой звучит еще страшнее. А оно, семьеведение, оказалось гораздо ближе к включению в программу, чем кто-либо из нас мог предположить. В Госдуме требуют новых человеков. От школы. Учителя уже объясняют подросткам, что армия это вершина эволюции. Теперь вот надо рассказать про роддом и счастье материнства. Немного удивляет, что говорить об этом должны посторонние дяди и тети, а не родители. Но они своих детей любят чаще всего. И не так уж много взрослых готовы 15-летней дочери доказывать. Вот через три годика родишь первого, а потом можно и в образовании подумать. После второго. Звучит не очень, согласитесь. Большая крепкая семья начинается безусловно с молодой семьи. И это доказывают статистические данные, что первые дети у нас должны родиться, когда маме у нас примерно 20 лет. 19-20, тогда у нас семья по статистике имеет 3-4 и более детей. Как раз тот образ будущего, о котором говорил президент. Ну да, женщина без образования и карьеры. Отличный образ, не спорю. Так вот, если родители вряд ли будут такой образ будущего своим детям рисовать, то вот учителей можно заставить говорить о чем угодно. Разговор о важном тому подтверждение. Даже не нужно быть специалистом в том, о чем рассказываешь. Цирк, скоморохи, нато, религия, робототехника. Тащите все. Листочек со сценарием сверху спустили. Учителя прочитали. Ученики мимо ушей пропустили. Пропустили. И все довольны. Практически. И отлично понимая, что на школу можно спихнуть. Все? Депутаты негодуют. Кто такие скоморохи? Эээ, то есть, где семьеведение? Ответить на этот важный вопрос нам поможет. Заседание рабочей группы по разработке предложения о внедрении в школьную программу уроков семьеведения комитета по вопросам семьи, женщин и детей. Душное там не только название. Что касается внеурочной деятельности, разработана программа внеурочной деятельности семьеведения, которая рекомендована к преподаванию во всех общеобразовательных организациях Российской Федерации. Ура! А это те же эксперты, что Казахстан на карте найти не могут и рекламируют телеграмм Егора Крида? Не, ну мне просто интересно. То есть, любая школа на сегодняшний момент может ее брать и реализовывать. Часы для внеурочной деятельности есть на всех уровнях образования. Да, мы расширили в ГОС, обновили. Да, мы разработали программу семьеведения. Мы разработали программу внеурочной деятельности разговора о важном, которая для всех школ является обязательной. Как я и говорил, внеурочная деятельность теперь это просто бездонная бочка. И лицемерие очковтирательства 80 уровня. Количество уроков мы не можем расширять до бесконечности. Не только потому, что в сутках всего 24 часа, к сожалению. Сколько бы можно было песен шамана послушать. Ну и мы вроде как о здоровье учеников заботимся. Но внеурочка это другое дело. Здесь детки отдыхают. Поэтому наваливаем с горочкой. Мы туда ввели занятия, которые касаются семьи, вопросов семейных ценностей, вопросов ценности брака. И эти занятия не оцениваются так же, как и программа по семьеведению. И ведут эти занятия зачастую люди, не состоящие в браке, без детей и не обладающие психологическим образованием. Так что максимум, чего можно ожидать от подобных посиделок... Детишки хорошо, семья хорошо, жить для себя плохо. Поняли? Поняли, поняли. Когда в столовую? Дальше представитель Министерства просвещения в течение нескольких минут пытается объяснить депутатам. Звучит как начало анекдота. Почему прежде чем что-то вводить в расписание, это что-то нужно сначала протестировать? Стоит ли говорить, что этот ответ законотворцам не понравился? Где семьеведение? Я полностью поддерживаю свою КРЭБу. Я тоже вас слушаю, и у меня такое ощущение, что вы перед нами отчитываетесь, что, типа, товарищи, у нас и здесь проходят уроки семьеведения, как бы во слова о семье. И здесь традиционные ценности мы обсуждаем, и там обсуждаем, во всем группам возрастным и так далее. Вы уже перед нами отчитываетесь. Я чувствую, что вообще нужен ли нам предмет вообще семьеведения, о чем мы вообще говорим. Неожиданно хороший вопрос. Но сегодня Голикова поступило более 200 от депутатского корпуса вопросов, в том числе и об этом. О семьеведении, об отношении детей сегодня, родителей. Вообще в стране что мы делаем, когда у нас только разводов, когда у нас рост преступности детской, когда у нас летнийодных падает, да, под ноль, там им мало и так далее. Все как бы в минусе. С количеством разводов и ростом преступности должны уроки семьеведения бороться? Неплохо. Можно мне тоже вот этого отсыпать? А это непосредственная работа вашего министерства. Просто прямая работа. А можно узнать, а что является работой депутатов, если каким-то магическим образом борьба с разводами является обязанностью Министерства просвещения и школы, соответственно? Проблемы в сельском хозяйстве учителя случайно не должны решить? Еще один вопрос. Про преступности, разводы я понял. Более-менее. Но вот это что? Когда у нас летнийодных падает, да, под ноль, там, летнийодных падает. Но с этим тоже учителя должны бороться. Скажите, что сделано? А просто рекомендовать, я представляю, Север. У нас не было сегодня темы обсуждения, значит, семьеведения отдельно на обысковское совещание. Их просто не было. А вы говорите, это носит рекомендательный характер. А мы бы хотели, депутаты, чтобы он рекомендательный характер был. А чтобы его уже задачи поставили перед субъектами. И ничего, что урок еще даже по мнению чиновников из Министерства просвещения не совсем готов. Какие рекомендации? Быстро в школу в обязательном порядке вводить. Очень научно, очень педагогично. Мы хотим уроки семьеведения. Мы, правда, это слово даже произнести толком не можем правильно. Но все равно хотим. И когда мы работаем в территориях, нам эти вопросы задают и говорят, этот очень нужен, этот предмет, он нужен сегодня. Люди нам так говорят. Какие люди? Можно, пожалуйста, назвать тех товарищей, которые просто вот мечтают, чтобы с их детьми о семье говорила Глюк Андреевна? А еще, о Глюк Андреевну-то спрашивали. Она вообще готова направо и налево советы о семейном счастье раздавать? Следующий моментик, похоже, ускользнувший от внимания наших уважаемых политиков. Ну, всякое бывает. Прежде чем заставлять вести новый для себя предмет, учителей, наверное, нужно к этому подготовить. Ну, знаете, курсы, например, разработать. Или мы все-таки настаиваем, что эти потрясающие уроки должны проходить по тому принципу, который я уже сегодня озвучивал. Детишки хорошо, семья хорошо. Уже хотите рожать? Нет? Да... Нет. А, тоже не подойдет. Дал бог зайку, даст алужайку. Вот все эти дамы реально думают, что люди разводятся, потому что им когда-то классный руководитель в школе не рассказал, что развод это плохо. Не хочу никого расстраивать, но детям постоянно твердят, что домашнее задание это очень важно, его нужно выполнять. Ну и... А еще в школе о вреде курения говорят. А среди вот этих товарищей, прозаседавшихся, ни у кого в сумке случайно сигарет не найдется? А сегодня от вас я услышала, и от Натальи Валентиновны тоже отчет. Прекрасно, что все делается, это очень хорошо. Но результата нет. Демографическая ситуация это показывает. Потому что нет уроков семьеведения. Я сейчас попытаюсь пройти по очень тонкому льду. Чтобы уроки семьеведения напрямую на демографию повлияли, на них нужно практические занятия проводить. В стране, в которой твоего мужа, вне зависимости от его политических взглядов, могут отправить на фронт, депутаты верят, что рассказы о традиционных ценностях заставят молодежь плодиться как не в себя. Не, ну звучит-то логично. В ситуации, когда человек кредит берет, чтобы отправить ребенка в школу, сладкие рассказы о счастье родительства поднимут демографию с колен. Ну-ну. Лучше бы эти товарищи научились в слове августовские ударения ставить. Специалисты в образовании. И извините, если мы просили этот вопрос и рекомендовали вынести на августовские конференции. На августовских совещаниях это выносилось. Мы с вами продолжим работать, чтобы у нас результат был. И мы сказали сегодня всей Государственной Думе, что когда будет выступать Голикова, что мы вот все-таки договорились и уже конкретно мы такие меры делаем с вами. А вы уже меры делаете? Нет? Тогда мы идем к вам. Я посмею себе еще раз назвать, привести те цифры, которые уже на нашей площадке звучали, которые свидетельствуют о том, что там, где системно эта работа строится, есть конкретные результаты. Вот конкретная школа, лицей 146 ресурс, город Казань. На старте в девятом классе вопрос детям был задан, ваше отношение к сожительству. Вариант ответа «это нормально» выбрали 82% старшеклассников. На финише в конце учебного года число сократилось до 38%. Примерно такие же цифры у нас в Самаре. Примерно такое же соотношение у нас в Оренгое. Я даже не знаю, стоит ли этим дамам рассказывать, как результаты подобных мониторингов получают. Не хочется ничьи розовые очки разбивать. Окей. Ну даже допустим, девятиклассники теперь реально считают, что отношения нужно обязательно оформлять. Отлично. Каким образом это поможет сократить количество разводов? Вы же тут из-за этого так сильно переживали? У вас же школа с разводами должна бороться? Пожалуйста, число нежелающих создать семью сократилось за один учебный год в одном и том же классе в два раза. В два раза. А число допускающих для себя пробный брак сократилось в три раза. То есть вы в течение года доказывали детям, что они кровь из носа должны завести семью. Урок этот вел, очевидно, учитель-предметник, с которым школьникам, наверное, не особо хочется отношения портить. Что ж подростки должны были в конце года ответить? Даже не знаю. Вот это я понимаю. Педагогическое мастерство. Пример родителей детей как-то не особо вдохновлял. Ну, если опираться на данные водного мониторинга. Не хотим семью. А вот сказки Шизоида Парфентич раз в неделю всю картину мира изменили. Мне очень понравился комментарий под этим видео. Такая вроде бы взрослая тетенька, а верит в сказки. То есть в результаты анкетирования. Уважаемая сударыня, вам выдали ровно те результаты, которые вы хотели бы увидеть, а не те, которые есть на самом деле. Учителя такие анкеты по паре штук в день заполняют. С правильными ответами. И еще один вопрос. Семья, семейные ценности, взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Каким образом у вас сочетаются с дорожной картой? Вы с мужем, простите, тоже? По дорожной карте отношения выстраиваете? Было 61%, пришли к концу года 23%. При этом число желающих вступить в брак один раз на всю жизнь увеличилось с 49,4% до 85,5%. Но о чем говорим? Ни о чем. Розовые сопельки из фильмов о любви точно так же никакого отношения к реальной жизни не имеют. Что, 15 лет назад без уроков семьеведения девочки не мечтали о прекрасном принце? И одной любви на всю жизнь? Люди разводятся не потому, что они хотят 8 браков. Кто-то реально побежит детей заводить просто потому, что в школе Мария Ивановна сказала, что это круто. Если бы эти занятия вели психологи. Если бы подростков учили разбираться в конфликтных ситуациях. Это один разговор. Я когда-нибудь сделаю обзор на одну из программ по семьеведению. И вы поймете, как этот предмет буквально глаза на мир раскрывает. Результаты ведь, результаты показывают. Мы ведь не какие-то там, какой-то маниловщиной занимаемся. Мы базируемся на том опыте, который приносит положительные результаты. Подростки, у многих из которых не было никаких отношений, сказали, что семья это хорошо, и они разводиться не хотят. Вот наш результат. Вы знаете, многие школьники говорят, что они ЕГЭ хотят сдать на 100 баллов. И что? Мы отталкиваемся, и Елена Андреевна об этом сказала, от той боли, которую мы сегодня все испытываем. И от демографии нашей, мы в яме. И от цифр, и от количества наших девочек несовершеннолетних, которые рожают. А то и не рожают, а делают уже аборт, и потом становятся бесплодными на всю жизнь. Так, а здесь-то вы чем недовольны? Я не про аборты. Мурашка, Кузнецова. В один голос твердят, что рожать нужно как можно раньше. На уроках семьеведения девочкам будут доказывать, что главная задача женщины – родить. И чем больше, тем лучше. Мы это уже и на разговорах о важном видели в прошлом году. Вы уж сами определитесь, чего вы хотите добиться. Нельзя доказывать подросткам, что карьера для женщины вторична, и при этом удивляться, что девятиклассница хочет рожать. Вы ей целый год рассказывали, что это ее основная задача и главное – счастье. Она уже давно нашла того единственного. Первая любовь всегда на всю жизнь. Человек может быть счастлив только в семье и с детьми. Так чего тогда Маше ждать-то? Она сейчас хочет быть счастливой, а не алгеброй заниматься. Если бы вы объясняли молодежи, что сначала нужно получить образование, встать на ноги, обеспечить себе тыл, надеяться только на себя, вы бы имели право осуждать подростковые беременности. Но если вспомнить, что за последние месяцы рассказали чиновники и депутаты о роли женщины в обществе, какие вопросы к Маше? По мысли Мурашка, она все равно образование должна получить только после пары походов в роддом. Вот она и приближает свое светлое будущее. Коллеги, я не знаю, как вы разделите или не разделите мою точку зрения, но я предлагаю через два месяца заслушать еще раз Министерство просвещения, для того, чтобы мы увидели дорожную карту. Есть у меня ощущение, что, похоже, депутаты с Министерства просвещения не слезут. И уроки семьеведения уже в следующем году посетят буквально каждую школу. Потому что это самое простое, что можно отправить туда. Как мы с демографической ямой боремся, мы семьеведение ввели. А если вспомнить, что на прошлой неделе и Володин заявил, что школа должна отцов готовить, в общем, готовьтесь. И, кстати, надо в школах подумать о воспитании мальчиков, чтобы они готовились уже к тому, чтобы стать отцами, отношениями, в том числе в семье и к женщине. Посмотрите, сейчас не хотят создавать семью. Заводят кошечек и живут. А когда им уже 40 лет, они потом семью не заведут. Они обязательно себя не возьмут, они боятся этого. Ну что, один мальчик после подобных бесед из дома сбежал. Теперь, похоже, таких случаев прибавится. Кемеровский школьник сбежал из дома после рассказа о семейных ценностях на разговорах о важном. Восьмилетний второклассник из Прокопьевска ушел из дома через два дня после урока разговора о важном. Об этом сообщил московский комсомолец. Во время разговоров о важном учительница рассказала классу, что каждый обязан создать семью и завести детей. На каникулах мальчик узнал о сексе от старшеклассников. После этого он заявил родителям, что никогда не женится. Ребенка нашли вечером в день побега. Он устраивался на ночлег в лесопарке недалеко от дома. Родителям он заявил о намерении снова попытаться бежать, если это видео заслуживает большого количества просмотров, то просто поставьте лайк, это очень поможет. Не забывайте про мой телеграм, там интересно и все новости образования появляются гораздо быстрее. Если готовы поддержать мою деятельность, то переходите по ссылке в описании на мою страничку Boosty. Там все ролики выходят раньше, они доступны без рекламы и кроме того есть эксклюзивный контент. Все записи стримов именно там. Ну а я встречусь с вами уже на следующей неделе в понедельник в 17.00 по Москве в моем новом видео. Всем хорошего дня и до встречи. Встретимся на уроках семьеведения.